Лаура кивнула и сказала, транспортировка материалов идет полным ходом. Все уже привыкли взаимодействовать, поэтому сейчас все намного проще. Джа улыбнулся и сказал, это хорошо, но не переутомляй себя. Сейчас нам следует подождать, пока эльфы примут решение. Если они разрешат забрать древо жизни в пространственную ферму, тогда, возможно, нам удастся получить еще несколько уровней. Вот только я не уверен, что эльфы согласятся. Лаура, услышав это, слегка улыбнулась и сказала, конечно же они согласятся, поскольку если они этого не сделают, то им останется только беспомощно смотреть, как древо жизни медленно умирает. Безусловно, эльфы не вынесут такого зрелища. Джа кивнул, а затем посмотрел на одну из казарм богов, после чего вздохнул и сказал, боюсь, что это только часть небесной армии. У меня такое чувство, что их будет намного больше, поэтому если мы не улучшим наши сильные стороны, то не сможем отразить следующую атаку богов. Когда Джа это произнес, остальные не могли с ним не согласиться. Все дело в том, что боги подготовили много казарм, но сейчас они были едва заполнены солдатами. А это может означать только одно. В будущем небожители собираются во много раз увеличить количество своих солдат, так что в будущем им придется столкнуться с еще более огромной армией, но ведь их уже около 10 миллионов. В этом отношении боги были сильнее демонов, хотя последние уже давно готовились вторгнуться на континент Арк, они уступали в подготовке по сравнению с небожителями. У богов была церковь света, что помогала им, а также целая империя для жертвоприношения. Это позволило им даже изменить законы неба и земли. И теперь у богов уже было свое место, чтобы поселиться, в отличие от демонов, которые все еще строили свой собственный город. Луиза повернулась к Джа и сказала, «Большой брат, а что мы будем делать, если боги и демоны нападут одновременно?» Услышав это, Джа нахмурился и сказал, «Тогда мы будем вынуждены отступить в горы Аккра, ибо только там мы сможем блокировать демонов и богов. И если нам удастся продержаться достаточно долго, то наши враги обязательно потрепают друг друга». Лаура кивнула и сказала, «Именно так мы и планировали сделать изначально, но, похоже, мы сильно недооценивали наших врагов. Мы собирались дать бой только в империи Будхан, но, кажется, конфликт может выйти из-за ее пределы». Джа кивнул, а затем сказал, «Если демоны и боги продолжат наращивать свои силы, тогда мы должны будем вернуться в горы Аккры, чтобы защититься от них. Однако, мы должны сохранять текущее положение сил так долго, как только сможем, чтобы укрепить базу в горах Аккра». Лаура кивнула, а затем она сказала, «Брат Джа, как насчет того, чтобы отдать моему отцу несколько черных жемчужин? Может быть ему удастся найти способы улучшить их?» Джа покачал головой и сказал, «Нет, они слишком опасные, так что тесть может получить травму. Достаточно того, что мы обеспечили ими эльфов. Сейчас нам нужно как можно скорее увеличить наши силы. Пожалуй, для начала необходимо доставить в город пространственную воду, чтобы улучшить наших солдат». Лаура и остальные кивнули, а затем Джа посмотрел на ситуацию в городе. Все было в полном порядке. Так как битва была тяжелой, солдаты просто отдыхали. Луиза посмотрела на своего возлюбленного и сказала, «Брат Джа, тебе тоже следует отдохнуть, так как в прошлой битве ты сражался больше всех остальных». Услышав это, глава клана Будда кивнул и сказал, «Хорошо, каждый из нас тоже должен отдохнуть. Боюсь, что в следующие несколько дней боги снова атакуют. За последние несколько дней Лаура и все остальные очень устали. Сражения происходили одно за другим. Хотя девушки не участвовали в боевых действиях, их логистическая работа была не менее сложной и утомительной. Они долго не отдыхали, поэтому на этот раз им тоже нужно было восстановиться. На следующее утро Джа проснулся довольно рано и подготовил огромное количество пространственной воды. В это время весь город был намного более оживленней, чем раньше. После битвы все очень устали, но в то же время они также испытывали волнение, которого еще никогда не ощущал прежде. Вчера они все слишком устали, поэтому немедленно отправились отдыхать. Но теперь их эмоции в полной мере проявили себя. После прибытия в особняк городского лорда, Джа немедленно вызвал руководителей различных групп и отдал им пространственную воду. Более того, он также сказал, что в ближайшие два дня им не нужно будет сражаться, поэтому пусть все сосредоточатся на улучшении своей силы. Естественно, лидеры групп очень обрадовались. Они с нетерпением ждали этого дня. Даже в самых элитных отрядах эксперты 8 уровня встречались весьма редко. Так что сам шанс достигнуть подобного уровня без особых усилий не мог не радовать. Отдавая пространственную воду, глава клана Будда получил сообщение от королевы эльфов, что они согласны. Это весьма удивило главу клана Будда, так как он не ожидал, что эльфы примут столь важное решение так быстро, но он все-таки тут же отправился в их королевский дворец. Оказавшись на месте, Джао обнаружил, что атмосфера здесь очень гнетущая. Обычные эльфы ничего не знали о произошедшем, но все старейшины были хорошо проинформированы о случившемся событии, так что этого оказалось вполне достаточно. Прежде чем войти в главный зал, Джао посмотрел, что же там происходит. Королева не сидела на своем троне, вместо этого она стояла возле действительно старых и очень могущественных экспертов 9 уровня. Глава клана Будда никогда не видел этих эльфов прежде, но, тем не менее, обрадовался, так как они очень близко подошли к божественному уровню. Однако Джао также обнаружил, что настроение у всех собравшихся было довольно мрачным, а их лица бледными. Похоже, они на самом деле очень беспокоились. Видя это, Джао не мог не нахмуриться с подобным настроем, даже эти старейшины не могли прорваться на следующий уровень. Похоже, что вопрос с древом жизни нужно решить как можно скорее. Как только королева увидела Джао, то тут с тревожным выражением сказала, «Мистер Джао, хорошо, что вы пришли. Мы согласны с вашими условиями. Пожалуйста, сохраните древо жизни». Джао посмотрел на королеву и не мог не спросить, «Ваше Величество, что-то случилось? Вы приняли подобное решение уж слишком быстро». Королева посмотрела на главу клана Будда и ответила, «Только сегодня утром еще два листа дерева засохли. Время не позволяет нам ждать». Джао не мог не разозлиться, всего за пару дней увяли несколько листов. Если им не удастся вылечить дерево в следующие несколько дней, то оно действительно может умереть, что станет невероятным ударом для эльфов. Так что Джао тут же ответил, «Хорошо, пожалуйста, отведите меня к нему. Я вылечу древо жизни как можно скорее». Королева кивнула, а затем они отправились к заднему двору дворца и сели на непоющих птиц. Впрочем, сегодня Джао остался без средства передвижения, хотя с его силой оно было ему уже не нужно. Плюс на этот раз с ними отправились и старейшины, что также летели без помощи маунтов. Глава 748. Магический фон. Когда Джао пришел к древу жизни, он тут же заметил перемены. Вчера только один лист был желтым, а сегодня их было уже три, хотя они не упали с дерева, но в них не осталось ни капли жизненной энергии. Джао медленно подошел к дереву жизни, внимательно посмотрел на него. Растение все еще выглядело очень красивым, несмотря на наличие нескольких желтых листочков. Королева и старейшины с некоторой нервозностью смотрели на Джао. Они боялись, что тот внезапно скажет, что он не сумеет исцелить их сокровища, и тогда все закончатся очень скверно. Джао фактически видел в воде все длинные корни этого древа жизни. Он собирался забрать его, не повреждая их. Посмотрев какое-то время, глава клана Будда все рассчитал, чтобы аккуратно перенести его. Однако он также убедился, что маленькое деревце никак не связано с огромным. Оно не паразитирует на нем, а лишь плавает в бассейне. Джао не ожидал подобного, но это весьма облегчило его задачу. Глава клана Будда повернулся и, посмотрев на королеву, сказал, «Ваше величество, я заберу древо жизни прямо сейчас, и уже завтра расскажу, удалось ли мне ему помочь». Королева эльфов повернулась, чтобы посмотреть на экспертов 9 уровня. Увидев ее взгляд, старейшины молча кивнули. Древо жизни действительно очень важно для эльфов, а Джао фактически их последняя надежда. Если ему не удастся излечить его, то не удастся никому. Причина, по которой эльфы были настолько уверены в Джао, заключается в том, что именно он помог восстановить им божественного хранителя их расы. Для эльфов их священный лук был не менее важен, чем дерево жизни. Когда королева посмотрела на старейшин, то кивнула головой, а потом произнесла, «Пожалуйста, сделайте все возможное, мы согласны». Глава клана Будда кивнул и взмахнул рукой, после чего появилась пространственная трещина, она приблизилась к древу жизни. Эльфы нервно смотрели на нее, так как боялись, что она навредит их сокровищу. Джао контролировал пространственную трещину, что, следуя его приказам, медленно скользило по бортам бассейна и не касалось самого древа жизни. Так что Джао забрал сокровища эльфов вместе с эликсиром жизни. Когда все закончилось, Джао вздохнул и повернулся к королеве. «Ваше величество, я сделаю все возможное, так что давайте увидимся завтра во дворце». После этих слов, глава клана Будда тоже исчез. Как только Джао прибыл в пространственную ферму, то сразу же вынул древо жизни из амбара и поместил его в источник с пространственной водой. Стоило ему проделать все это, как он тут же услышал сообщение, обнаружено загрязнение в объекте, что содержит огромное количество энергии природы. Для устранения загрязнения требуется миллион золотых монет. Джао, выслушав подсказку, весьма обрадовался, но при этом он почувствовал и огорчение. Все же миллион золотых монет – это огромная сумма. Однако Джао все-таки сказал, «Начинай лечение». В пространственной ферме тут же засиял белый свет прямо над древом жизни. После чего его желтые листы начали медленно зеленить. Через некоторое время белый свет исчез, а древо жизни вернулось в свое изначальное состояние. Но теперь оно выглядит более сильным. Вот только в этот момент пространственная ферма напомнила, в объекте имеется большое количество темной энергии. Эта энергия полностью устойчива к загрязнению и может быть использована в универсальной перерабатывающей машине. Фиксирую увеличение энергии природы в пространственной ферме. Вы можете использовать синергию пяти элементов для обновления объектов при помощи универсальной перерабатывающей машины. Вы можете обновить небесный лотос. Джао, услышав эту хорошую новость, тут же сказал, «Сейчас же проведи усовершенствование». После этого пространственная ферма сообщила, «Для улучшения универсальных перерабатывающих машин необходимо 12 часов. Магическое оружие хозяина может быть улучшено без внесения золотых монет». Джао, услышав это, тут же произнес, «Хорошо, давайте начинать». Как только он это произнес, его окутал яркий свет. Джао почувствовал, что тот буквально ворвался в его тело. После чего тот проник прямо в небесный лотос. Насытившись новой энергией, цветок стал выглядеть еще красивее. Но Джао знал, что сейчас, хотя он и выглядел очень нежно, но его сила могла соперничать и с маленькой пагодой. Но что удивило больше все, так это тот факт, что демоническое ядро, насытившись энергией пять элементов, стало золотисто-желтое и во много раз выросло в размере. К тому же, на нем оказался нарисован дракон, но не европейский, а китайский. Маленький человечек, что находился в одном из дайтяний, также стал более крепким, что весьма удивило Джао. Его духовная сила также значительно возросла, и теперь он намного лучше чувствовал все магические элементы. Джао повернул голову и посмотрел на универсальную перерабатывающую машину. Она фактически не изменилась. Разве что на таймере добавилось еще 12 часов. В это время Лаура уже вышла за пределы виллы и с любопытством наблюдала за древом жизни. Каэр же подлетела к Джао. На этот раз маленькая девушка выросла вдвое, и теперь ее рост превышал длину руки взрослого человека. Джао посмотрел на Каэр. Каэр, это древо жизни повлияло и на тебя? Каэр улыбнулась и сказала, «Да, молодой мастер, однако это древо жизни полезно не только для меня, но и для всех растений в пространственной ферме. А если мы посадим древо жизни в пространственной ферме, то со временем все наши растения получат шанс стать такими же, как я». Джао улыбнулся и сказал, «Неужели это дерево может наделять разумом?» Каэр покачала головой и сказал, «Нет, это древо жизни скорее похоже на конвертер энергии. Оно способно преобразовать всю энергию в энергию природы. Благодаря ему мы сможем даже создавать кристаллы природы. Ранее древо жизни не могло преобразовать темную энергию, но после улучшения в пространственной ферме все в порядке. «Полагаю, молодой мастер, что я и ваша башня обладаем схожими способностями». Джао посмотрел на дерево жизни и с горечью улыбнулся, «К сожалению, это невозможно. Нам необходимо вернуть его эльфам, иначе мы потеряем важных для нас союзников». Каэр улыбнулась и сказала, «Мастер, ты забыл, что все растения, попадая в пространственную ферму, рано или поздно становятся доступны в пространственном магазине, так что нам нужно лишь купить семена дерева жизни и вырастить его». Джао с горечью усмехнулся, «Но сколько для этого понадобится времени? Дерево жизни эльфов выросло до такого размера за несколько сотен тысяч лет. Боюсь, к тому времени, как оно станет полезным, я уже давно умру». Каэр улыбнулась и сказала, «Молодой мастер, тебе этого неизвестно, но эльфы просто неправильно о нем заботились. Они не дали ему земли, способные удовлетворить все его потребности. Поэтому древо жизни эльфов можно рассматривать, как очень слабое. Именно поэтому он заболел, а его длина настолько маленькая. Однако, с пространственной фермой все совершенно иначе, так что оно вырастет намного быстрее». Джао же сказал, «Так чего же мы ждем? Давайте купим два семени и посадим их по обеим сторонам от дома. Мы же сможем это сделать? Можем ли мы посадить их в Красную Землю?» Каэр улыбнулась и сказала, «Да, его можно посадить по обеим сторонам от виллы. Ведь это дерево жизни не только конвертер энергии, но и ее регулятор. В будущем, если у нас будет два дерева, то сила окажется более сбалансированной». После этих слов Каэр приобрела два дерева жизни и посадила их по обеим сторонам от виллы. Джао был счастлив увидеть, что все получилось. Плюс, когда семена оказались посажены, пространственная ферма сообщила, «Растения, способные контролировать энергию, посажены». Пространственная ферма улучшена до 70го уровня. Хозяин может купить 10 фонов. Внимание! Из-за большого количества магических животных и растений в пространственной ферме выполнены специальные фоновые требования и теперь вам доступен фон магического мира. Подсказка! «В магических мирах существует множество особых географических и погодных условий, благодаря чему хозяин может выращивать более экзотические магические растения и животных». Джао не совсем понял, что тут происходит, поэтому он тут же повернул голову к Каэр и спросил, «Каэр, что все это значит?» Каэр улыбнулась и сказала, «Поздравляю тебя, молодой мастер, на этот раз мы добились весьма существенных результатов и даже открыли фон магического мира. Теперь нам доступны специальные фоны, о которых можно было услышать только в романах. К примеру, парящие острова, особые ландшафты и весьма необычная местность. Иными словами, мы получим доступ к совершенно необычным растениям и животным». Глава 749. «Использование магического фона». Джао, прочитавший множество фэнтези-новелл, отлично понимал, к чему клонит Каэр. «В магических мирах особые аномальные зоны действительно могли стать настоящим сокровищем, если их правильно использовать. Пространственная ферма располагала большим количеством растений, но большинство из них были абсолютно непримечательными. Это касалось как растений из континента Арк, так и с Земли. В настоящее время Джаостро нуждается в особых зельях, но для их приготовления необходимо очень много женьшеня. Вот только это растение пришло с Земли, где магия осталась только в легендах, так что его эффективность крайне сомнительна. И именно поэтому создание даже одного препарата занимает очень много времени. Но сейчас пространственная ферма намекала, что он может купить магические фоны с особой средой, например, никогда не гаснущий вулкан. Если возле него высадить определенные растения, то они будут насыщаться энергией огня и станут самыми настоящими сокровищами. Также эти фоны могут быть использованы для разведения магических животных, например, если выращивать змей в болотах, то довольно быстро они станут очень ядовитыми. Раньше в пространственной ферме не было такой среды. Но сейчас Джао мог купить весьма специфический фон и использовать его для выращивания животных и растений. Благодаря этому в будущем пространственная ферма сможет создавать гораздо больше различных препаратов. Подумав об этом, Джао просто не мог не рассмеяться. Даже более того, он схватил Каэр и расцеловал ее нежные щечки. Действия главы клана Будда заставили маленькую девушку густо покраснеть и тут же скрыть ее смущение от Лауры и других. Безусловно, супруги Джао прекрасно понимали, почему их возлюбленный настолько рад. Через некоторое время Джао успокоился, а затем повернулся к Каэр и сказал, Каэр, а они дорогие? Если нет, то давай купим сразу же 10. Просто не забудь правильно выбрать окружающую среду в соответствии с нашими потребностями. Лицо Каэр все еще было очень красным, но когда она услышала слова Джао, то быстро ответила. Молодой мастер, не волнуйтесь, фоны не очень дорогие. У нас вполне достаточно золотых монет, чтобы купить десяток. Я сейчас же позабочусь об этом. Джао кивнул. Это здорово. Тогда оставляю этот вопрос на тебя. Но скажи, как ты думаешь, сумеем ли мы использовать их, чтобы ускорить приготовление зелий для повышения уровня? Каэр кивнула и сказала, Да, молодой мастер, с помощью этих фонов мы сумеем вызвать некоторые мутации в животных и растениях. Тогда ничего не помешает нам намного быстрее получит необходимые ингредиенты. Джао кивнул, но потом внезапно он нахмурился и сказал, Вот только на фоновых землях нет почвы, способной ускорить созревание растений. А это довольно проблематично. Каэр же улыбнулась и сказала, Ничего страшного, сейчас, когда пространственная ферма поднялась до 70 уровня, мы можем превратить обычную почву в более плодородную, даже на фоновых землях. Это поможет не только повысить урожайность, но и ускорит рост растений. Но нам нужно будет выбирать отдельные места, и их площадь не может превышать 1% от площади всех фоновых земель. Джао, услышав это, остался очень доволен. Хорошо, хорошо. Тогда я оставляю за тобой выбор участков, которые необходимо будет улучшить, но я уверен, что подобное обойдется нам в весьма круглую сумму. Так что, Каэр, проверь, сколько у нас золотых монет, и если их недостаточно, то посмотри, что из вещей внутри пространственного амбара мы можем продать. Сейчас эти улучшения важнее всего остального. Услышав это, Каэр кивнула. Учитывая, что девушка являлась духом растения и была крепко связана с пространственной фермой, именно она лучше всего могла решать подобные задачи. Решив эти вопросы, Джао почувствовал облегчение, а затем он повернулся, чтобы посмотреть на исцеленное древо жизни, после чего произнес, «Я должен отправить его обратно эльфам. В любом случае, у нас все равно уже есть свои собственные». На что Лаура, улыбнувшись, ответила, «Не стоит так спешить, пусть эльфы немного поволнуются». Джао рассмеялся и сказал, «Хорошо, тогда давайте вернемся в гостиную и отдохнем некоторое время. Сегодня мы получили просто огромный подарок, так что давайте посмотрим на магические миры, которые купила Каэр». После того, как все вернулись в гостиную и сели, Каэр открыла страницу магазина. Интерфейс выглядел все так же, но с одним лишь отличием, теперь была разблокирована колонка с магическими мирами. Каэр выбрала 10 образцов, некоторые из них были прекрасны, в то время как один обладал весьма мрачной и ужасной аурой. Затем девушка повернулась к Джао и сказала, «Молодой мастер, на данный момент эти 10 фонов наиболее подходят для наших целей». Джао, просматривая фоны, нашел среди них вулканический, о котором он думал раньше. Среди других уникальных условий была также среда, наполненная льдом и снегом. Глядя на фоны, Джао остался вполне доволен выбором Каэр, но он все равно не понимал, что это за мрачный и ужасный фон. Внутри него даже можно было увидеть скелетов, зомби-призраков и иную нежить. Более того, там не было солнца, его заменяла круглая кровава красная луна. Вполне вероятно, именно так могла выглядеть преисподняя. Джао посмотрел на Каэр и сказал, «Зачем ты выбирала этот фон?» Он выглядит просто ужасно. Каэр же в свою очередь улыбнулась и сказала, «Молодой мастер, этот фон на самом деле является копией мира демонов». Но в пространственном магазине он шел под названием «Ад». В нем весьма сильная темная энергия, что очень полезно для нежити. «Молодой мастер, ты же помнишь, что наша нежить не так уж сильна. Поэтому если мы сумеем разместить ее в этом фоне, то, вероятно, он поспособствует усилению наших немертвых. Более того, там растут довольно уникальные растения. Вот почему я решила приобрести этот фон». Джао кивнул и сказал, «Хорошо, но будь с ним крайне осторожна». «Я полностью верю твоему решению, так что делайте то, что посчитаешь нужным». Каэр кивнула, а потом с улыбкой махнула рукой и купила все фоны. Джао было больно смотреть, как утекают его золотые монеты, но он не мог поступить иначе. Ему нужно было совершить эту инвестицию в будущее. После того, как Каэр совершила покупку, Джао продолжил и исследовал их. Он словно турист с любопытством рассматривал каждый из фонов. С другой стороны, Каэр сейчас занималась размещением растений и магических зверей на каждом фоне. Однако она высаживала не только алхимические ингредиенты, но и обычные сельскохозяйственные культуры. Девушка хотела проверить, будут ли они развиваться на заднем фоне. Плюс на каждом из фонов Каэр посадила древо жизни. Хотя эти растения могли сбалансировать энергию, но их возможности не были настолько безграничными. Например, в аду древо жизни не могло просто поглотить каждую частичку темной энергии и превратить фон в нормальный. Вместо этого оно просто способствовало бы росту особых растений этого фона. Стоит отметить, что лучше всего все желания и стремления Джао понимала именно Каэр, а не его супруги. Все дело в том, что разум главы клана Будда был тесно связан с пространственной фермой. Что же касается Каэр, то она фактически являлась отдельным самосознанием фермы и поэтому очень хорошо понимала, к чему стремился Джао. После того, как Джао лично побывал во всех фонах, он вернулся в виллу. Честно говоря, даже если сами фоны были очень красивыми, но жить в них было невозможно. Подумайте сами, ну кто захочет жить рядом с вулканом? Очевидно, что это было бы невозможно. Прошло не так уж много времени, так что Джао не хотел возвращаться к эльфам. Вместо этого он включил монитор и посмотрел на ситуацию на фронте. Нынешняя ситуация в городе была довольно неплохой. Многие эксперты 6-7 уровня поднялись до 8-го. Но все, кто находился намного ниже, все еще усердно работали над собой. Те же, кто стал 8-м уровнем, теперь знакомились с их новой силой. Джао нравилось то, что он видит, но ему все еще нужно было подождать, прежде чем все доберутся до 8-го уровня, а уже потом раздавать божественную кровь и продвигать свои войска до 9-го. Он хотел делать это партиями, чтобы лишь часть воинов не приняла участие в сражении, если боги совершат внезапную атаку. Это было военное время, поэтому нужно было быть готовым ко всему. Тем временем боги не делали никаких дальнейших шагов. Сейчас они просто ждали, пока их силы возрастут, и лишь после прибытия подкреплений они снова возьмутся за Джао. На данный момент у них около 10 миллионов военнослужащих, однако не все из них эксперты божественного уровня. Основу их армии составляют мастера 9-го и 8-го уровней. С другой стороны, у Джао было почти 20 миллионов нежити, и практически все немертвые были на 9-м уровне. Поэтому в случае если боги нападут сейчас, то, безусловно, проиграют или понесут слишком большие потери и не смогут противостоять демонам, так что они ждали прибытия дополнительных сил. Глава 750. Еще одно пророчество. Джао спокойно вошел в эльфийский королевский дворец. Впрочем, на этот раз его визит весьма озадачил стражу, ведь он был уже третьим всего за два дня. Охрана не могла понять, к чему все это, если бы на фронте произошло нечто важное, то к этому моменту они тоже уже знали бы об этом. Но никаких новостей не поступало, однако стражи все равно не осмеливались спросить, а так как королева приказала привести Джао в главный зал, как только он появится, охранники немедленно выполнили ее распоряжение. Королева и верховные старейшины в настоящее время ждали новостей от Джао. Сейчас эксперты 9 уровня даже не могли возобновить свое совершенствование, ибо их умы не могли успокоиться и сосредоточиться. В это время один из старцев открыл глаза и сказал, «Он здесь». Эльфы, находящиеся в большом зале, тут же с тревогой посмотрели на двери. Когда же Джао вошел, королева немедленно махнула рукой, приказывая стражникам оставить их. Увидев выражение старейшин, Джао слегка улыбнулся и сказал, «К счастью, мне все удалось». Услышав эти слова, королева и старейшина не могли не вздохнуть с облегчением, что ни говори, а этот вопрос никак не выходил у них с головы. Королева и остальные сразу поклонились Джао. Увидев это, глава клана Будда немедленно отреагировал, «Ваше величество, старейшины, вы слишком вежливы. Мы союзники, поэтому ваши проблемы – это и мои проблемы». Так что не нужно подобных жестов. Королева и старейшины сразу выпрямились, а затем эльфийка посмотрела на Джао и сказала, «Мистер, то, что вы сказали, это же правда. Похоже, вы не понимаете, насколько важно для нас древо жизни». Излечив его, вы фактически спасли всю нашу расу, поэтому мы не могли не выразить вам нашу благодарность. Хотя старейшины ничего не говорили, каждый из них все еще смотрел на Джао с благодарным выражением. Глава клана Будда слегка улыбнулся и сказал, «Ваше величество, старейшины, давайте немедленно отправимся в дом древа жизни. Я не могу оставаться в эльфийском лесу слишком долго». На что королева сразу ответила, «Хорошо, мистер Джао, следуйте за мной». Затем она привела главу клана Будда и старейшин к задней части большого зала, а потом они все вместе отправились к вершине огромного дерева. После того, как они прибыли в уже знакомую комнату, Джао без колебаний поместил древо жизни прямо в бассейн. Увидев, что их сокровище полностью здорово, у эльфов тут же поднялось настроение. Джао в свою очередь тоже улыбнулся, а затем повернулся к королеве и произнес, «Ваше величество, древо жизни не было больным, просто оно впитало слишком много темной энергии, и, как результат, начало медленно увядать. Я использовал особый метод, чтобы откачать ее, а затем применил уникальное зелье, благодаря которому ваши сокровища теперь не будет страдать от подобного. Однако вам все равно нужно обратить внимание на весьма странный факт, откуда взялась темная энергия в эльфийском лесу. Как по мне, подобное довольно необычно». После этих слов королева и старейшина не могли не замереть. А затем они, не сговариваясь, все вместе посмотрели на Джао, после чего правительница спросила, «Мистер Джао, вы говорите правду? Действительно ли древо жизни заболело из-за темной энергии?» Джао кивнул и сказал, «Безусловно, я не посмел бы обманывать вас, древо жизни действительно впитало слишком много темной энергии. Королева посмотрела на старейшин, а старейшины посмотрели на самого старшего из них. Древний старик издал длинный вздох, а затем сказал, «Я не думал, что этот день когда-нибудь наступит». Естественно, Джао с удивлением посмотрел на старейшин. Увидев его замешательство, королева объяснила, «Это мало кому известно, но у нас есть наши собственные пророчества. Однако оно отличается от пророчества гномов. Оно появилось вместе с первыми страницами нашей истории, но пророчество было запечатано, и к нему можно получить доступ только во время весьма специфических условий». Джао удивился еще больше, он явно не ожидал, что у эльфов будет собственное пророчество, но все же он кое-что понял. Так что он повернулся к королеве и сказал, «Ваше величество, вы имеете в виду?» Правительница эльфов кивнула, «Правильно, пророчество может быть вскрыто только в тот день, когда дерево жизни пострадает от темной энергии». Джао нахмурился, а затем сказал, «Но если бы я не проверил дерево жизни, то тогда как бы вы узнали, что его болезнь вызвана темной энергией?» Королева же ответила, «Мы тоже об этом узнали. Когда все девять листов стали бы желтыми, они понемногу начали бы чернить, однако никто из нас не вспомнил об этом, так как мы слишком сильно переживали за судьбу нашего сокровища». Джао кивнул, а потом спросил, «Ваше величество, можете ли вы позволить мне взглянуть на пророчество?» Королева повернулась к старейшинам, и все они кивнули. Так что правительница сказала, «Хорошо, идемте со мной». Затем их группа покинула дерево жизни и вернулась в большой зал. Оказавшись там, королева попросила Джао немного подождать, а затем она вышла в другую комнату, но уже через несколько мгновений вернулась с небольшой деревянной шкатулкой. Эльфийка поставила ее на стол, а затем осторожно открыла. Безусловно, Джао весьма удивился, когда понял, что на шкатулке даже не было самого обычного замка, или защитных чар. С другой стороны, когда старейшины увидели, насколько легко королева ее открыла, то не могли не побледнеть. Увидев, как изменились лица почтенных эльфов, Джао понял, что что-то не так. Это подтверждал и невероятно шокированный вид королевы, но правительница довольно быстро успокоилась и, глядя на главу клана Будда, сказала, «Мистер Джао, в прошлом эта шкатулка не открывалась, что бы мы ни делали. Нам очень хотелось взглянуть на пророчество, не жертвуя деревом жизни, но нам это так и не удалось». Джао кивнул, а затем королева повернулась к старейшинам и сказала, «Я попыталась открыть ее буквально два дня назад, но все еще не могла этого сделать. Поэтому совершенно не ожидал, что она откроется сейчас». Затем королева осторожно полностью подняла крышку и, к удивлению всех остальных, пространство внутри шкатулки оказалось довольно большим, но совершенно пустым. Впрочем, присмотревшись, все заметили лист бумаги на самом дне. Стоит отметить, что бумага выглядела как новая, хотя даже сама шкатулка хранилась у эльфов уже многие века. Королева осторожно достала лист, исписанный зелеными символами. Внимательно посмотрела на них и не могла не нахмуриться, после чего передала пророчество главному верховному старцу. Старик, взяв в руки лист бумаги, тоже нахмурился, а затем начал читать, «Когда тьма и свет станут вашими врагами, когда смерть и сталь станут единственной надеждой, когда небеса и земля сольются воедино, единственный человек, который может спасти мир, будет тем, кто держит чистую землю. Это пророчество было очень коротким и не таким простым, как у гномов. Поэтому сейчас хмурились все, но когда Чжаа услышал его, то не мог не задрожать. Он в самом деле восхищался тем существом, что оставило пророчество гномам и эльфам. Эльфы, похоже, не могли полностью понять это пророчество, но не Чжаа. Безусловно, тьма и свет это боги и демоны, что напали на континент Арк. Смерть и сталь скорее всего нежить и магические пушки, именно благодаря им этот мир еще не пал под натиском врагов. Слияние неба и земли скорее всего подразумевает изменения в законах этого мира. Что же касается чистой земли, то это пространственная ферма. Помимо его собственного мира, Чжаа не мог придумать ни одного другого места, которое можно назвать чистой землей. Глава клана Будда вздохнул и сказал, Я думаю, что это пророчество описывает текущую ситуацию на Ковчеге. Тьма и свет должны быть демонами и богами. Смерть и сталь, княжи и магические пушки. Небо и земля это то, что сотворили боги, когда пришли в наш мир. Но что касается чистой земли, тут все довольно туманно. Как только королева услышала эти слова, ее глаза засияли и она произнесла, Мистер Джаа не следует быть слишком скромным, Я думаю, что чистая земля может относиться только к черной пустоши. В это время она стала самым безопасным местом на всем континенте Арк. Думаю, только она может соответствовать титулу чистой земли. Похоже, что наши пророчества схожи с пророчеством гномов. Другими словами, только вы сможете спасти континент Арк. Услышав это, Джаа Замер он не думал, что королева соединит черную пустошь с чистой землей. Но поскольку никто из эльфов не знал о пространственной ферме, то вполне естественно, что они приняли за чистую землю одну из самых незаселенных территорий континента Арк. Черная пустошь стала приютом для всех, независимо от их расы. Там ко всем относились абсолютно одинаков, можно сказать, каждый мог начать жизнь с чистого листа. Так что совершенно неудивительно, что для обитателей континента Арк именно черная пустошь будет ассоциироваться с чистой землей. Но действительно ли это пророчество может быть настолько простым? Глава 751. Две особенные расы. Джао спокойно сидел в пространственной ферме, Лаура сидела рядом с ним, сейчас они находились за пределами виллы, организовав себе небольшой пикник. Красивый вид, прекрасные девушки, что еще нужно для счастливой жизни. Но теперь у Джао не было настроения наслаждаться своей хорошей жизнью. Фактически, он является одним из фигурантов пророчества эльфов, поэтому, вернувшись в пространственную ферму, мог думать только о нем. И чем больше он размышлял, тем больше ему казалось, что все не так уж просто. В этом пророчестве свет и тьма относятся к богам и демонам, это полностью неоспоримо. Но как насчет смерти и стали, или иными словами нежитей магических пушек, Джао считал, что что-то не так. Тем не менее, он так и не сумел понять, что именно. В конце концов, ему пришлось покачать головой и тяжело вздохнуть. Лаура, посмотрев на своего возлюбленного, с душевной болью сказала, брат Джао, не думай об этом так много. Люди в городе уже достигли 8го уровня, так что может нам стоит спланировать наш следующий шаг? Вернувшись к осознанию текущих проблем, Джао повернулся, чтобы посмотреть на Лауру, а затем кивнул, да, пожалуй, нам следует двигаться дальше. Как ты думаешь, кого первым мы должны превратить в экспертов 9 уровня? Услышав это, девушка задумалась, а затем ответила, я думаю, что нам стоит начать с эльфов. После этих слов Меган и Лиза кивнули головами, а Джао, посмотрев на них, слегка улыбнулся и спросил, но почему именно они? На что Лаура ответила, эльфы используют дальние атаки и черные жемчужины в качестве снарядов, поэтому если мы сделаем их экспертами 9 уровня, то значительно укрепим нашу атакующую мощью и явно не потеряем их в ближайшей же битве. Меган и Луиза кивнули, а потом Луиза добавила, сейчас у нас очень мало оружия, способного навредить небожителям. Фактически, это только черные жемчужины и магические пушки, но потенциал последних мы и так уже используем по максимуму. Однако, этого же нельзя сказать о черном жемчуге. Так, зверолюди, получив его, могут только бросить кровавые сферы голыми руками. Безусловно, это весьма влияет на чистоту и расстояние. Гномы в этом аспекте примерно на том же уровне, что и обитатели прерий. Обе расы больше подходят для ближнего боя, но эльфы лучше всего проявляют себя именно в дальних атаках, а их стрелки с арфами производят невероятное количество точных выстрелов за короткое время, так что если мы улучшим сначала их, то добьемся весьма хороших результатов. Джа кивнул и сказал, да, пожалуй, вы абсолютно правы. Сначала нам необходимо как можно быстрее усилить эльфов до 9 уровня. К тому же, как мне удалось узнать, их старейшины очень близки к прорыву на божественный уровень. Однако в этом нет ничего удивительного, так как эльфы живут дольше всех остальных рас. Как бы там ни было я попросил королеву, чтобы старейшины сосредоточились исключительно на своем развитии. Вот только этого явно будет недостаточно, так что мы должны рассказать о том 9 уровня об открывшейся возможности прорваться дальше. Однако это не касается тех, кто стал полубогом благодаря нашим зельям. Им необходимо готовиться к грядущим битвам, так как для достижения божественного уровня им придется пройти через множество битв. И лишь тогда следуя шаг за шагом они сумеют прорваться дальше. Лаура и все остальные кивнули. На континенте Арк сейчас не так уж мало сильных игроков, но большинство из них достигли этого уровня благодаря пространственной ферме. Однако прорваться дальше даже с ее помощью будет очень сложно. Все дело в том, что они стали экспертами 9 уровня слишком быстро и сейчас даже не осознавали всей своей нынешней силы. Поэтому если такие полубоги хотят прорваться дальше, у них всего два пути. Первый использовать особые зелья изготовленные в пространственной ферме. Второй полностью адаптироваться к силе 9 уровня через множество битв, а затем постепенно развиваться, приближаясь к следующему прорыву. Вот только для этого понадобится очень много времени. Джаа был весьма оптимистично настроен по отношению к двум расам. Это эльфы и народы моря. В то время как обитатели прерий, гномы и люди не являлись его приоритетом. Безусловно, все эти три расы довольно сильны, однако их жизненный цикл слишком короткий, хотя это компенсируется более высокой скоростью развития по сравнению с эльфами и народами моря. Тем не менее благодаря своей продолжительности жизни народы моря и эльфы получили определенное превосходство. Именно у этих двух рас было больше всего экспертов девять уровня. Впрочем, если дать гномам, обитателям прерии и людям достаточно времени и ресурсы пространственной фермы, они с легкостью нагонят эти две расы. Но несмотря на то, что сейчас среди этих трех рас есть много экспертов девять уровня, их сила еще не достигла необходимого критерия. Поэтому, даже несмотря на более быстрое развитие, им понадобится очень много времени, чтобы прорваться дальше, Иджа решил сделать ставку на народы моря и эльфов. Безусловно, первым, кто прорвался на божественный уровень с континента Арк, был мастер Святого Меча. Однако, не стоит забывать, что он уже был весьма знаменитым экспертом девять уровня и долгое время провел практикуясь в пространственной ферме. Да, он не сумел прорваться на следующий уровень там, но благодаря множеству магических элементов молодого мира его тело стало значительно сильнее, так что в его прорыве не последнюю роль сыграла пространственная ферма. Однако, среди народов моря и эльфов много тех, чья сила не уступала мастеру святого меча, хотя они никогда не практиковались в пространственной ферме. Поэтому неудивительно, что Джа возлагал огромные надежды на представителей этих двух рас. Причина, по которой Джа не занимался массовым созданием экспертов девять уровня во всех расах одновременно заключалась не в нехватке божественной крови. Просто он не хотел, чтобы обитатели континента Арк начали считать, что добиться подобного невероятно легко. К тому же, Джа прекрасно понимал, что ему не справиться с богами и демонами только большим количеством экспертов девять уровня, поскольку количество жителей континента Арк было гораздо меньше, чем в мирах их врагов. Поэтому глава клана Будда стремился создать как можно больше экспертов божественного уровня, чтобы получить возможность одолеть демонов и богов. Рассказав об этом Лаури и остальным, Джа покинул пространственную ферму. На этот раз взяв с собой огромную бутыль с кроваво-красной жидкостью, он отправился к эльфам, что были размещены в обороняющемся от богов городе. Оказавшись на месте, он тут же приказал созвать всех лидеров этнических групп. Последние, кстати говоря, были крайне обеспокоены внезапным исчезновением главы клана Будда. Все же в этой войне уж слишком много зависело от Джа. После того, сесть, а затем произнес, вы успешно достигли восемь уровня. Но вот этот препарат позволит вам достигнуть девятого. Сказав это, Джа указал на кроваво-красную бутылку, что стояла на столе. Естественно, все собравшиеся с нетерпением посмотрели на нее. Увидев их лица, глава клана Будда продолжил, я знаю, что вы все как можно быстрее хотите стать экспертами девять уровня, но на этот раз я не могу позволить всем вам принять этот препарат в одно и то же время. После этих слов все крайне озадачились, но затем они сразу поняли смысл этих слов. Война с богами продолжалась, и если они атакуют, пока все защитники города будут медитировать, то все закончатся крайне плачевно. Джа, увидев реакцию собравшихся, почувствовал облегчение. Он повернул голову и, посмотрев на них, произнес, естественно, после использования этого зелья и продвижения к девять уровню, вы захотите пойти еще дальше, но прорваться на божественный уровень невероятно сложно. При процессе перехода с восемь на девять вы можете полностью положиться на препарат, но он не даст вам полное понимание всех ваших сил. Поэтому только после того, как вы переживете множество битв и полностью раскроете свой потенциал, вам станет доступен прорыв на божественный уровень. Надеюсь, вы все хорошо понимаете, что я пытаюсь вам сказать. После этих слов все собравшиеся кивнули, никто из них не был дураком и все прекрасно понимали, насколько сложно достигнуть следующего уровня. Проблемы начинались уже после шестого, что уж говорить о восемь или девять. Так что, безусловно, Джао был абсолютно прав. Джао увидел, что все понимают его слова, продолжил, сейчас я могу поднять вас только до девять уровня, но это не значит, что в будущем не появится препарата, способного открыть путь к божественному уровню. Услышав это, все рассмеялись, они не верили, что даже Джао сумеет создать нечто подобное, по их мнению, это просто невозможно. Но главу клана Будда совершенно не интересовала причина их веселья Джао, эта бутылка будет передана эльфам, чтобы они могли первыми достичь девять уровня. После этих слов все ошарашено замерли, и даже у предводителей эльфов вместо стандартно красивого, но холодного лица, была крайне удивленная гримаса, что само по себе уже можно считать невероятно редким зрелищем. Джао посмотрел на всех и не стал дожидаться вопросов. Вместо этого он предпочел объяснить, эльфы прорвутся первыми, чтобы они могли эффективнее использовать черные жемчужины. Сила этого оружия известна всем вам, но обычные стрелки не смогут его использовать вообще, так что оно невероятно опасно лишь в руках эльфов, а поднявшись на девять уровень, их боевая мощь совершит головокружительный скачек. С помощью этого оружия они сумеют одолеть даже экспертов божественного уровня, ведь так, когда все услышали эти слова, то не могли ни кивнуть. Безусловно, даже сейчас выстрелы эльфов наносили колоссальный урон. Если же они поднимутся на девять уровень, то станут сражаться еще более эффективно, поэтому отдать весь препарат эльфам правильное решение. Глава 752. демоны начали действовать, так как на первый взгляд ни у кого не было никаких возражений. Джао посмотрел на предводителя эльфов и сказал, Наах Кристин, отнесите бутылку с препаратом в свой лагерь и начните продвижение на девять уровень как можно скорее. Наах вздохнул, осторожно подхватил бутылку, а затем, поклонившись Джао, вышел. Для него самое главное, что эльфы получат силу первыми, так что все остальное уже неважно. После того, как Наах ушел, Джао посмотрел на всех и сказал, после того, как эльфы усилятся, следующими станут гномы. С возросшими силами обитатели железных гор смогут значительно разнообразить свои методы сражения, после них будут обитатели прерии и наконец люди. Однако не стоит волноваться, все рано или поздно прорвутся на девять уровень, так как препарата предостаточно. Все кивнули, а Джао продолжил, похоже, что боги пока не намерены нас атаковать, но все равно нам следует быть крайне осторожными. Гномы, вы должны поторопиться и превратить землю под городом в настоящие подземелья. Услышав это, Бекер кивнул, а Джао, посмотрев на зверолюдей, сказал, разошлите разведчиков во всех направлениях, я не хочу, чтобы боги сумели застать нас врасплох. Несколько обитателей прерий тоже кивнули, а Джао повернул голову и, обращаясь к людям, сказал, вы самые элитные воины человеческих земель. Однако, так как у вас самая важная задача обслуживать магические пушки, вы станете экспертами девять уровня последними. У магической пушки имеется свой срок службы, впрочем, как и у кристалла. Поэтому каждый раз, делая выстрел, вам стоит помнить об этом. Сейчас же я хочу, чтобы вы проверили, сможет ли эксперт девять уровня заряжать непосредственно саму магическую пушку. Раздав всем указания, Джа еще раз посмотрел на всех собравшихся, а потом произнес, если вам будет что-либо нужно, то просто скажите. Байкер рискнул предположить, что гномам не хватает алкоголя, вы его, безусловно, получите, но не переусердствуйте. Байкер, засмущавшись, улыбнулся и ответил, старейшина, не волнуйтесь, хотя ваша выпивка просто превосходна, мы хорошо знаем чувства меры. Джа кивнул, посмотрел на зверолюдей, я знаю, что обитатели прерий довольно редко едят овощи, но вам не следует сейчас, пользуясь предоставленной возможностью, есть их в больших количествах, так что хотя у меня предостаточно овощей, постарайтесь соблюдать более привычный рацион, иначе ваша боевая эффективность может снизиться, вы же понимаете, к чему приведет подобное. Зверолюди оказались смущены и почесали головы, в прериях чаще всего они питались рисом, мясом, да молочными продуктами. Поэтому оказавшись в городе людей, начали употреблять овощи и фрукты, причем в таких количествах, что даже эльфы позавидовали бы. Так что совершенно неудивительно, что у многих зверолюдей начались те или иные проблемы с желудком. После того, как Джао отчитал предводителей нелюдей за недостаточный контроль над их подчиненными, он произнес «Пожалуйста, донесите возникло недопонимание, в это время единство это самая важная вещь». Сказав это, глава клана Будда покинул резиденцию городского лорда. Вернувшись в гостиную пространственной виллы, Джао вздохнул и сел в кресло. А тем временем Шинга, что стоял возле него, спросил «Молодой мастер, а зачем вы отправили зверолюдов на разведку?» Джао же вздохнул и ответил «Безусловно, они сейчас мало чем смогут помочь, но мне нужно было поручить им хоть какую-то задачу, иначе зверолюди начнут чувствовать себя абсолютно бесполезными, вот только реальную пользу они начнут приносить лишь после того, как достигнут девять уровня. Так что до этого момента пусть занимаются разведкой и чувствуют, что тоже вносят свой вклад в противостояние с богами наравне с остальными расами». Услышав это, Шинга кивнул и больше не стал ни о чем спрашивать, у Чжаа. Тот должен не только сражаться с демонами и богам, но и также поддерживать баланс среди разных этнических групп, из которых состоят их войска. Чжаа посмотрел на Шинга и спросил, как прошла передача убитых яростных быков зверолюдам. Во время прошлой схватки глава клана Будда использовал большое количество быков, чтобы остановить продвижение тяжелой кавалерии небожителей. Естественно очень много магических вращать их в нежить после схватки. Вместо этого он передал их зверолюдам. Мясо зверей девятого уровня действовало на обитателей прерий лучше, чем любое лекарство, но это далеко не все. Из кожи быков можно изготовить довольно неплохие доспехи, а с тяжелых и крепких костей весьма эффективное оружие. Безусловно, все, что касается изделий из железа, будь то доспехи или клинки, в их изготовлении нет равных гномам. Но вот с кожей лучше всего умеют работать обитатели прерий. Доспехи, сделанные зверолюдами, намного более крепкие и удобные, чем те, что изготавливают представители других рас. Шинга в ответ кивнул и сказал, молодой мастер, можете не волноваться, все туши были переданы королю зверей. Думаю, лучше него никто не сумеет с ними распорядиться. Шинга кивнул и сказал, давай также передадим королю зверей определенное количество черного жемчуга. Он гораздо лучше знает свой народ и вполне возможно, что у них также найдутся племена, что способны эффективно метать кровавые сферы на довольно большое расстояние. Или может быть зверолюдам удастся придумать новое оружие с черным жемчугов в качестве снарядов. Услышав это, Шинга кивнул. Он знал, что этот вопрос Джа обязательно еще обсудят с Лаурой. Но из-за множества проблем глава клана Будо может и забыть об этом, поэтому таким образом он просил Шинга напомнить ему. Беррижи тоже спросила, брат Джа, а что насчет гномов? Может им тоже следует подумать над новым оружием, так как все их дальние атаки слишком слабые. Джа кивнул, он также знал об этой проблеме. Однако не верил, что гномы смогут использовать черный жемчуг, поскольку тот был весьма нестабилен и взрывался от любого достаточно сильного воздействия. Однако глава клана Будо все же кивнул головой и сказал, об этой проблеме действительно стоит поговорить с патриархом Билле. Вот только черный жемчуг весьма нестабилен и может взорваться даже от вибрации. Хотя кто знает, возможно, гномы сумеют как-то преодолеть этот недостаток. После этого Шинга отправился заниматься вещами, что поручил ему Джа, а Берри пошла к универсальной перерабатывающей машине, чтобы проверить таймер. Менее чем через два дня небольшая пагода будет модернизирована. Никто не знал, насколько она изменится, но в любом случае ее силы возрастут. На данный момент скорость воспроизведения необходимых алхимических ингредиентов возросла, и поэтому довольно скоро можно будет создать еще одно зелье прорыва к божественному уровню. Достанется же оно шуну. К тому же, Джа также надеялся, что благодаря новым магическим фонам им удастся получить более качественные ингредиенты, благодаря которым производство зелья возрастет еще больше. Если в распоряжении Джа окажется достаточно экспертов уровня, то даже боги не смогут потеснить его с континента арк. Глава клана Будда, сидя в кресле, включил монитор, чтобы проверить, как там обстоят дела у демонов. Но те по-прежнему обустраивали свою базу и занимались возведением города. Что же касается богов, то они все также продолжали наращивать свою численность, заселяя опустевшие города империи церкви света. В это время арк, где им могли оказать полноценную помощь. Безусловно, никто из получивших ранения не возненавидел Джаа, так как если бы не глава клана Будда, у них вообще не было бы ни единого шанса пережить нападение небожителей. С другой стороны, теперь обитатели континента арк прекрасно знают, насколько ужасны боги, ведь ранее они считали, что Джаа просто слишком паниковал, и их враги не так уж могущественны. Ведь если боги и демоны действительно настолько сильны, то их никогда бы не смог остановить человек, пусть он и является самым могущественным черным магов, подобная иллюзия плотно засела в головах многих обитателей континента арк. Тем не менее, теперь солдаты, которые вернулись с фронта, рассказали многим о величии Джаа и том, как именно проходит сражение. Безусловно, горстки раненых солдат не удалось бы убедить абсолютно всех, но, тем не менее, начало для развеивания иллюзии было положено. Тем не менее, Джаа сейчас было явно не до этого. Он заметил перемены в лагере демонов, в данный момент их войска превысили 20 миллионов, а количество экспертов божественного уровня достигло отметки 30.000. Безусловно, армия демонов не могла поместиться в их боевом лагере, и поэтому они также заняли и город демонов, в котором еще не так давно Джа одержал оборону. Похоже, в скором времени они начнут действовать. Глава 753. Таланты, которые нужно сохранить. Джаа стоял на стене города Ингпинг и слушал доклад Басса. В настоящее время все подготовительные работы были завершены. Гномы вырыли под городом огромную сеть туннелей, которую можно было использовать как для внезапных вылазок, так и для экстренной эвакуации. Джаа не беспокоился о городе Ингпинг, так как на данный момент все люди, гномы, эльфы и даже слоны достигли 9 уровня. Естественно, начиная создавать экспертов 9 уровня, глава клана Будо уделял особое внимание городу Ингпинг, ведь наличие демонов делало его невероятно важной стратегической точкой, которую следует усилить в первую очередь, и Бас не разочаровал его. Город Ингпинг был куда более хорошо защищен и подготовлен, чем город Раченг, возле которого он сражался с богами. После того, как Бас завершил свой доклад, он посмотрел на удовлетворенное лицо Джаа и, вздохнув с облегчением, спросил «Мистер Джаа, вы пришли, чтобы проверить нашу защиту?» Джаа улыбнулся, но затем покачал головой и сказал «Нет, на этот раз я пришел сюда, так как узнал, что наши враги заняли город демонов, а это может означать только одно. Довольно скоро они совершат свою первую атаку». Услышав это, Бас поначалу ошарашина замер, а затем его лицо изменилось, и он спросил «Но если вы здесь, то кто тогда защищает город Раченг?» Джаа же совершенно спокойно ответил «На данный момент ситуация на втором фронте весьма спокойная, похоже, что боги ожидают прибытия подкрепления и поэтому в ближайшее время не станут атаковать. Что же касается демонов, то численность их армии возросла до 20 миллионов, так что, думаю, в ближайшие несколько дней они сделают свой ход. Услышав это, Бас нахмурился, с нашей нынешней силой мы не можем их остановить. Линия обороны уже создана, но многие солдаты еще не достигли необходимого уровня, так что совладать Джао согласился, мы действительно не сможем их остановить, но нам и не нужно этого делать. Наша главная задача это выиграть как можно больше времени, чтобы успеть закончить создание крепости в горах Аккра. Как только она будет завершена, у нас появится место, где мы сможем противостоять как богам, так и демонам. Услышав это, Бас кивнул и сказал, сэр, я, безусловно, понимаю, что нам нужно лишь задержать демонов, но, боюсь, в этом случае расход магических пушек, кристаллов и черного жемчуга окажется просто невероятно огромным. После этих слов Джао кивнул и произнес, не стоит волноваться из-за подобного, вы получите все необходимое для сражения с демонами, ведь если боги все же атакуют, то разбираться с нашим вторым врагом вам придется без моей помощи, так что в ближайшее время я займусь улучшением солдат в городах нашей второй линии обороны. Бас кивнул и сказал, можете быть уверены, мы сделаем все возможные, чтобы сдерживать демонов как можно дольше. Джао же в свою очередь произнес, я оставлю вам нежить божественного уровня, но даже она не сможет одолеть самых сильных демонов, поэтому вы должны быть крайне осторожны. К тому же, если боги нападут, я не смогу прийти вам на помощь, и тогда все будет зависеть только от вас. Бас кивнул, почувствовав огромный груз ответственности на своих плечах. Бас не знал, каким был Джао в действительности до того, как встретился с ним лично. Ранее он слышал, что глава клана Будда весьма властный и вспыльчивый человек, но теперь, когда он познакомился с ним лично, то понял, что все иначе. На самом деле Джао весьма ответственный и ему знакомо чувство долга. Понимая, что именно он сейчас обладает всеми необходимыми ресурсами и силой, глава клана Будда бегал по всему континенту, решая сотни различных вопросов и при этом успевая принимать участие в битвах с захватчиками. Именно в этот момент Бас начал видеть в Джао человека, на которого стоит равняться. Безусловно, сейчас глава клана Будда поручил ему очень тяжелую задачу, так как боялся разочаровать Джао и потерпеть неудачу. Увидев напряженное лицо Баса, Джао слегка улыбнулся, а затем сказал «Не стоит так волноваться, на самом деле крепость в горах Аккра почти готова, так что вам не придется сдерживать демонов слишком долго, поэтому ваша главная задача это сохранить жизни тех, кто уже сражался с демонами, чтобы в будущем они стали нашим главным оружием. Вам, как генералу, должны быть хорошо известны отличия между ветеранами и новобранцами, так что для победы над демонами нам нужно как можно больше тех, кто хорошо знаком с их сильными и слабыми сторонами. Надеюсь, вы меня хорошо понимаете, по правде говоря, Бас действительно хотел использовать город Янгпинг так долго, как только можно, но это означало бы весьма существенные потери, поэтому, когда Джао сказал, что строительство их главной защитной базы практически завершено, генерал не мог не обрадоваться. Джао похлопал Баса по плечу и сказал, я верю, вы сумеете это сделать. Сейчас многие люди на континенте Аркни воспринимают войну с демонами и богами серьезно, они считают, что им нечего бояться, я же не могу каждому объяснить, в насколько серьезной ситуации мы оказались, поэтому мне остается только полагаться на солдат, что уже побывали на фронте, однако на данный момент я не могу наращивать количество нежити за счет солдат, а врагов гибнет гораздо меньше, чем немертвых, так что сейчас у нас в буквальном смысле каждый воин на счету и мы должны сделать так, чтобы их выжило как можно больше. Глаза Баса стали влажными, он был прежде всего солдатом и много не знал о ситуации на континенте Арк. Однако он хорошо многие будут считать, что это их никогда не коснется. А затем генерал произнес, сэр, неужели никто действительно не понимает, в какой тяжелой ситуации оказался наш мир и мы зря рискуем нашими жизнями. Джа посмотрел прямо в глаза Басу и сказал, не нужно сомневаться, кто вы? Солдат. А что делают солдаты? Они защищают дома и свою страну. Это ваша главная обязанность. Это само по самый успешный торговец не сможет этого сделать. Мы сопротивляемся демонам и богам, потому что сами этого хотим. Именно благодаря нам у наших детей будет будущее и мы не будем рабами богов или кормом для демонов. Вы же понимаете меня? Бас тяжело вздохнул, а затем кивнул. Да, сэр, я понимаю. Джа кивнул, а потом спросил, Бас, где ваша семья? Скажите мне, на услышав это, Бас отлично понимал, что именно хочет сделать глава клана Будда. Таким образом, Джа предложил генералу перейти на его сторону. Разумеется, у Бас не было причин отказываться, так что он тут же сказал, где можно найти его родных. Выслушав его, глава клана Будда произнес, демона еще не атаковали, но вы должны быть готовы к этому. Мне же нужно покинуть вас, однако, как шел. Но затем отправил Шинга забрать семью генерала в черную пустошь. Иными словами, это было равносильно становлению Баса одним из людей Джа. Глава клана Будда уже давно понял, что генерал весьма талантливый командир и управленец, что побывал во многих сражениях. И, безусловно, подобный талант следует переманить на свою сторону. Тем временем Луиза и все остальные внимательно наблюдали за демонами. Можно сказать, что они были гораздо лучше подготовлены, чем боги, во всем, что касается непосредственно войны. В их лагере довольно быстро появились все необходимые припасы, да и количество солдат нарастало пропорционально поставкам товаров. Глядя на передвижение демонов, Луиза так сильно хмурилась, что даже Джа, не удержавшись, улыбнулся и спросил, что случилось. Неужели с демонами действительно так трудно справиться? Луиза, услышав слова Джа оторвалась от экрана и, посмотрев на своего возлюбленного, сказала, да, это очень сложно. Брат Джа, ты же сам видишь, насколько демоны уже привыкли к подобным вещам. Даже находясь на своей территории, они ни на минуту не расслабляются. Но самое главное, это их координация. Благодаря совместным действиям они способны противостоять любой угрозе. Можно сказать, что в лобовой битве демоны более страшный враг, чем боги. Джа с горечью улыбнулся и ответил, это вполне естественно, особенно если вспомнить в каком мире они живут. Демоны постоянно воюют практически в каждом уголке своего мира и поэтому было бы странно, если они не были бы такими грозными. Но не беспокойся об этом слишком много, думать сейчас о уже затем сделай необходимые выводы. Однако удостоверься, что сохранишь свою энергию, ведь сейчас у нас в приоритете боги, а демонами некоторое время может заняться и бас. Луиза же покачала головой и сказала, я хочу посмотреть, как именно демоны проводят подготовку к битве. Хотя стоит признать, у меня до сих пор нет хорошего способа борьбы с ними. Хорошо, давай забудем об этом и вернемся к богам. Думаю, что их подкрепления прибудут в ближайшие дни и вполне возможно нам и в самом деле придется сражаться сразу на двух фронтах. Брат Джаа, как думаешь, мы готовы к этому? Глава клана Будда натянута улыбнувшись ответил, в любом случае мы уже сделали все, что могли. Кажется, что богов тоже обеспокоила медлительность демонов и поэтому они так оттягивают свою новую атаку. Вот только если я все еще могу иметь дело с небожителями, то демонов мы можем только замедлять. В любом случае, когда работа в горах Аккра окажется завершена, мы сможем просто медленно отступить туда и передать империю Будхан врагу, после чего, как мне кажется, демоны и боги не согласятся просто разделить ее. Глава 754. Темный туман в Ледяном Аду. В Ледяном Аду, находящемся на севере континента Арк, после того, как Джа забрал оттуда Креолиты, было уже не так холодно. Но, тем не менее, он из-за отсутствия достаточного количества солнечного света, продолжал оставаться самым холодным местом этого мира. Стоит отметить, что глава клана Будда так и не исследовал весь ледяной ад. Ведь он занимался поисками божественного артефакта зверолюдей, а не составлял карту континента Арк, так что обнаружив копье и забрав его, Джа с удовольствием покинул это негостеприимное место. Впрочем, на тот момент там действительно не было ничего интересного. Однако, в тот момент, когда у Джа болела голова от поисков способа одолеть сразу нескольких врагов, в Ледяном Аду произошли определенные изменения. Ранее в бескрайних ледяных полях был только один цвет белый. Куда бы вы не пошли, всюду можно было увидеть только его. Но теперь там появилось черное пятно, но изначально оно было очень маленьким, примерно лишь 100 метров в диаметре, словно черная клякса на белом листе бумаги, но так как в Ледяном Аду никто не жил, то никто и не заметил перемен. И если бы Джа сейчас у главы клана Будане было времени следить еще и за тем, что происходит в Ледяном Аду. Все его мысли занимало противостояние с богами и демонами. Время шло и туман становился все толще и толще, постоянно захватывая новую территорию. И наконец она уже превзошла 10 000 метров в диаметре. После этого сердце темного тумана начало еще больше чернить, а затем начали впечатление, что этот дым мог разъесть все что угодно, и его становилось все больше и больше. Темный туман был ничем иным, как пространственным барьером, и вот через два дня в земле появилось огромное отверстие, из которого продолжил появляться темный туман. Внезапно из круглой дыры вырвалась костлявая рука, а потом вылез и целый скелет. Осмотревшись скелет просто пошел вперед, никуда не сворачивая. Однако после этого из дыры выбрался второй скелет, а за ним и третий. После чего они поступили точно так же, как и первый, но пошли уже в другом направлении. Все больше и больше скелетов появлялись из отверстия, однако они просто бесцельно бродили вокруг него словно вышли на прогулку. После того как из он выглядел как дракон, вот только от его крыльев практически ничего не осталось, отсутствовала часть костей, а некоторые из ребер были сломаны. Оказавшись снаружи, дракон снова взревел, хотя по сути также являлся скелетом. Однако после этого крика вся предыдущая нежить начала собираться возле него, словно ожидая дальнейших приказов. После этого дракон фыркнул и все немертвые устремились вперед, все дальше и дальше уходя от черного тумана и образовавшейся дыры. Но это не значит, что на этом все завершилось. Когда скелеты ушли из дыры, начали вылазить зомби с зеленой кожей и волосами. За ними последовали зомби с синей кожей и волосами. А дальше другие темные твари. Причем, как и скелеты, они сначала собирались в одну группу, а затем отправлялись в путь. А в это время все мысли Джао были заняты демонами. Последние не только увеличили количество своих войск, но и начали рассылать разведчиков. Все это весьма беспокоило главу клана Будда и солдат генерала Баса. Если ваши враги начинают рассылать разведчиков, это может означать только одно, они готовы сделать свой ход, так что довольно скоро демоны перейдут в наступление. Джао посмотрел на разведчиков, а потом вздохнул и взглянул на Луизу. Луиза, как думаешь, можем нам стоит отправить эльфов, чтобы убить этих демонов? Девушка посмотрела на экран, а затем вздохнула. Пожалуй, ты прав, брат Джао, нам стоит избавиться от разведчиков, но ты же сам видел насколько опытны демоны. Безусловно, и у этих отрядов имеются способы общаться друг с другом, так что мы в любом случае не сумеем сделать это незаметно. Джао кивнул и посмотрел на разведчиков, а потом внезапно сказал, пусть эльфы все равно их уничтожат, в любом случае демоны должны нас атаковать, и если мы не будем сопротивляться, то они подумают, что мы боимся, так что давай посмотрим, как они отреагируют идея, но тем не менее, все равно передала распоряжение Джао, чем весьма удивило защитников города, ведь хотя они не боялись демонов, но не высылали своих разведчиков, поэтому совершенно неудивительно, что их ошарашила осведомленность Джао, однако Бас немедленно принялся исполнять приказ Джао, он думал, что у того должны быть свои причины, да и среди них всех именно глава клана Будда лучше всего понимал демонов, так что генерал не колеблись отправил эльфов, Джао же тем временем наблюдал за их действиями через экран, на данный момент все эльфы в городе Янпинг достигли 9 уровня и у всех них имелись черные жемчужины, так что это был отличный шанс проверить насколько же сильнее они стали, вскоре эльфы разделившись на отряды по 100 стрелков начали приближаться к демонам эти эльфы элита своего народа все они оснащены черными жемчужинами и если им не удастся совладать с демонами то план Джао полностью провалится они не разочаровали главу клана Будда эльфы довольно быстро нашли разведчиков демонов безусловно в таких вылазках враги Джао использовали свои самые лучшие войска однако они прежде никогда не имели дела с эльфами естественно обитатели лесов не были вежливыми однако они стреляли только каменными шариками и никто не использовал черных жемчужин поскольку хотели проверить насколько хороша защита их врагов стоит отметить что разведчики не были даже экспертами 8 или 9 уровня поэтому каменных сфер должно было быть достаточно чтобы полностью нейтрализовать их тем не менее выстрелы эльфов оказались абсолютно неэффективными что означало что без черных жемчужин даже столь умелые стрелки абсолютно бесполезны стоит отметить что эльфы не боялись ответной контратаки демонов так как во-первых находились в воздухе а во-вторых мистические орлы были намного быстрее летающих демонических тварей получив незначительные повреждения от каменных сфер демоны решили что эльфы никак не смогут им навредить и поэтому принялись преследовать их вот только на этот раз враги джа отправили неполноценное войско а всего несколько отрядов однако эльфы убедившись что их противник располагает только ограниченными ресурсами применили черные жемчужины естественно у разведчиков не было ни единого шанса выжить после использования подобного оружия ведь его опасались даже эксперты божественного уровня что уж говорить про тех кто не достиг даже восемь так что несмотря на всю свою стойкость демоны проиграли эту быстротечную схватку глава 755 рабы небожителей город янгпинг находится довольно далеко от основного лагеря демонов поэтому без использования разведчиков нельзя понять чем сейчас заняты вторгшиеся на континент арк войска так что генерал бас мог полагаться только на ту информацию что предоставлял ему джа это очень не нравилось бас он бы хотел весьма жестко контролировать действия противника вот только самыми лучшими разведчиками явно были не люди а у него не было столь же полного контроля над ними как у джаа самыми лучшими разведчиками в городе янгпинг являлись эльфы или иными словами те кто ни в коем случае не станут слушать приказы которые исходят от человека так что если приказ не исходил от джаа то эльфы вообще не стали бы покидать пределы города но так как распоряжение отдал глава клана буда они не осмелились пренебречь им в конце концов джаа сейчас упорно работал во благо многих народов и всегда относился ко всем одинаково так что если они ослушаются то будут наказаны своей же расой именно поэтому у эльфов не 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 безусловно это была небольшая победа но она должна повысить боевой дух солдат города ингпинг джаа был очень рад увидеть как действовали эльфы они в самом деле довольно неплохо справились с поставленной задачей но самое главное что он сумел оценить новоприобретенную силу эльфов девять уровня и теперь гораздо лучше понимал на что они способны однако как и предполагала луиза демоны были очень хороши в ведении военных действия и сразу поняли что раз разведчики не вернулись значит они были уничтожены или захвачены в плен иного быть не могло так как если бы они просто опоздали то их ждало бы суровое наказание естественно когда разведчики не вернулись демоны отправили еще несколько групп чтобы отыскать их но они так ничего и не обнаружили демоны отлично понимали что раз они ничего не нашли значит их разведчиков убили обитатели континента арк а потом джао поднял их тела в качестве нежити в этом случае они действительно не смогли бы ничего обнаружить именно поэтому демоны отправили весьма многочисленный отряд на поиск своих разведчиков но тем не менее они не стали подходить близко к городу ингпинг совершенно очевидно что до тех пор пока не убедятся что у них достаточно сил для победы все это время глава клана буда наблюдал за действиями демонов через монитор увидев что они все же не собираются немедленно атаковать город ингпинг он не мог не вздохнуть с облегчением на этот раз джао хотел не только проверить боевую мощь эльфов но и припугнуть демонов чтобы те не чувствовали себя спокойно однако у этой ситуации есть как преимущества так и недостатки демоны не станут нападать лишь до тех пор пока не уверены в своих силах но потом уже у джао может не хватить ресурсов чтобы во время остановить их но самое страшное что у главы клана буда вообще может и не оказаться времени чтобы сразиться с ними ведь довольно скоро должно прибыть и подкрепление богов армия небожителей ежедневно подвозит поставки в различные военные лагеря а также очищают города империи церкви света все эти признаки указывают на то что подкрепление богов уже довольно скоро окажется в этом мире джао взглянул на ситуацию с богами и не мог не вздохнуть он действительно не понимал почему небожители стремятся захватить континент арк боги являлись существами более высокого неужели все боги с рождения настолько агрессивны и стремятся завоевать все до чего дотянутся боги смотрят свысока на обитателей континента арк считая себя намного лучше впрочем это действительно в каком-то смысле правда боги уже родившись достигают восьмого уровня а повзросле в девять го а затем после определенных тренировок и божественного что же касается континента арк то его обитателям невероятно уж говорить о девятом тем не менее Джао тут же вспомнил что тяжелые кавалеристы были совершенно не похожи на остальных небожителей они скорее выглядели как дикари на которых надели доспехи может быть это рабы богов может небожители за время отсутствия железного молота в царстве богов завоевали что-то из миров подобная ситуация вполне вероятна ведь железный молот покинул царство богов десятки тысяч лет назад за это время могло произойти все что угодно вплоть до исчезновения целых континентов к тому же если это действительно так становиться вполне понятна причина почему боги атаковали континент арк они хотели превратить его жителей в таких же рабов как и тяжелых кавалеристов но тогда вполне вероятно что и легкая кавалерия на самом деле еще одна рабская раса небожителей это вполне вероятно поскольку любой эксперт 9 уровня может летать самостоятельно так что в использовании пегасов не было никакого смысла разве что всадники сначала стали легкими кавалеристами а уже потом достигли девяти божественного уровней если легкая и тяжелая кавалерия рабы которых боги захватили в других местах то это просто ужасно ведь это значит что они покорили уже несколько миров разумеется предположения джаа ничем не обоснованы хроники континента арк отражают только последние 10 000 лет а железный молот говорил о более древних временах когда обитатели этого мира были достаточно сильны чтобы массово прорываться в царство богов вот только оказавшись в нем выходцы из континента арк столкнулись с местными обитателями и началась кровопролитная война чем она закончилась глава клана буда также знал но сейчас было важно совершенно другое похоже что боги нелюдей так и остались врагами небожителей или иными словами они могут оказаться той силой что способна противостоять богам вот только если все действительно так то уже десятки тысяч лет назад небожители являлись весьма развитой расой что достигло божественного уровня а может пошли и дальше небожители всегда были очень сильными а после десятков тысяч лет развития стали только более мощными они даже сумели использовать совершенно безумный метод чтобы вторгнуться на континент арк с другой же стороны что им мешало точно так же напасть на другие миры похоже что именно из порабощенных миров и пришли их кавалеристы это объясняет почему боги вторглись в континент арк они хотели создать еще одну колонию а если предположить что их враги когда-то пришли с этого мира то становится понятно что они не могли не напасть размышляя над этим джоа посмотрел на экран боги все еще усердно работали а сердце главы клана буда все больше беспокоилось с точки зрения военных лагерей которые сейчас создали небожители они могут отправить на континент арк несколько десятков миллионов солдат и безусловно джоа не сможет противостоять столь огромной силе луиза взглянула на своего возлюбленного и прошептала брат джоа не волнуйся по крайней мере мы знаем теперь что демоны и боги не являются союзниками так что у нас все еще имеются определенные возможности джоа кивнул и поглаживая руку девушки сказал не волнуйся независимо от того союзники они или нет мы не станем так легко отказываться от этого мира услышав это луиза кивнула на следующее утро молодой мастер у меня хорошие новости в данный момент у нас достаточно ингредиентов для создания еще одного зелья прорыва на божественный уровень так что я уже начало производства но через несколько минут завершится улучшение маленькой погоды и как мне кажется вам стоит это увидеть на что джоа сразу же ответил хорошо подожди меня возле универсальной перерабатывающей машины после этого он быстро направился в ванную чтобы уладить вопросы личной гигиены затем побежал к каир лаура и остальные получив ту же информацию тоже пришли к универсальной перерабатывающей машине супруги джоа не были похожи на остальных девушек с континента арк обычно женщины тратят чуть ли не половину своего времени на нанесение косметики но у возлюбленных джоа было слишком много работы и у них просто не было времени заниматься чем-то подобным во-вторых они в этом даже не нуждались какой смысл делать себя красивее если и так прекрасно в случае с лаурой и остальными макияж мог скорее даже испортить их внешность а все потому что девушки использовали для повседневных нужд пространственную воду именно по этим двум причинам супруги джоа почти не использовали косметику они лишь умывались делали прически и одевались в чистую одежду а все остальное было совершенно лишним глава 756 настоящий культиватор когда джоа и девушки пришли к универсальной перерабатывающей машине то увидели что до конца улучшения маленькой пагоды осталось 2 минуты в то время как процесс создания зелья на соседней машине только начался джоа взглянул на универсальную перерабатывающую машину а затем нахмурившись посмотрел на каер каер у нас хоть деньги еще остались в будущем если магические фоны смогут обеспечить нас достаточным количеством ингредиентов мы сможем довольно много своих собственных экспертов божественного уровня но ведь для создания препаратов нам также нужны золотые монеты и я боюсь что с ними могут возникнуть определенные проблемы услышав это маленькая девушка улыбнулась и сказала молодой мастер тебе не нужно беспокоиться о подобном сейчас после достижения 70 уровня и открытия магических фонов цена на зелье также начало зависеть от качества ингредиентов так что если мы будем использовать растения с магических фонов то цена снизится практически в два раза к тому же на наших новых фонах я выращиваю не только лекарственные травы но и сельскохозяйственные культуры после чего продаю их через пространственный магазин и получаю довольно много денег однако это еще не все так как в растениях с магических фонов намного выше концентрация необходимых элементов время изготовления одного зелья прорыва до божественного уровня снизилась до 8 часов вместо двух суток так что никаких проблем с изготовлением препаратов не предвидится выслушав каир джао вздохнул с облегчением он не ожидал что после того как пространственная ферма получит магический фон им удастся получить так много преимуществ лаура же посмотрев на каир сказала каир тогда оставь нам несколько зелий я слышала что когда люди достигнут уровня бога то будут жить вечно и никогда не состарится а также у них будет идеально гладкая кожа услышав это джао не мог не вытереть холодный пот со лба а затем повернувшись к лауре сказал милая у тебя ведь и сейчас хорошая кожа если она станет еще лучше то боюсь я даже не смогу к тебе притронуться так как ты будешь постоянно выскальзывать после этих слов девушки не могли не покраснеть а лаура наоборот побледнела и грозно сказала меньше говори всякой ерунды каир улыбнулась и сказала молодой мастер препарат прорыва на божественный уровень в основном предназначен для восстановления энергии тела он делает клетки более энергичными так что люди выпившие его будут выглядеть моложе однако так как вы все находитесь в пространственной ферме каждый день в подобном эффекте никто из вас не нуждается так как вы не испытываете недостатка в магической энергии лаура замерла на мгновение а затем сказала это правда то есть если постоянно находиться в пространственной ферме то можно прожить очень долго а процесс старения будет весьма медленным на что каир с улыбкой ответила да что-то в этом роде но уровень пространственной фермы слишком низок и поэтому достичь бессмертия вам не удастся однако с каждым новым уровнем продолжительность жизни обитателей фермы будет возрастать лаура и остальные девушки посмотрели на каир а затем повернулись чтобы взглянуть на джо тот же в свою очередь был готов поклясться что их глаза как-то странно сверкали затем девушки начали медленно приближаться к нему и что вы хотите сделать я решительно против и буду сопротивляться глядя на джо девушки не стали сердиться а просто рассмеялись несколько человек внезапно просто поймали талию главы клана будда он этого не ожидал и поэтому даже вскрикнул от неожиданности после этого души раздирающего боя лаура только вздохнула брат джо хватит заниматься глупостями если мы хотим отправиться в мир демонов или богов то должны найти как можно больше растений и магических животных чтобы как можно скорее улучшить пространственную ферму джо же коснулся ее талии и горько улыбнулся не стоит так спешить давайте сначала проверим на что способна маленькая погода после улучшения стоило джо сказать эти слова как тут же вспыхнул белый свет и перед ним зависла маленькая башня стоит отметить что она невероятно изменилась если раньше маленькая погода была абсолютно черной то теперь стала практически прозрачной как вечный лед девушки тоже с любопытством смотрели на нее теперь маленькая башня была восьмиугольной формы и на каждом углу висел ловец ветра причем колокольчики также различались по цветам на белые синие черные красные и желтые иными словами каждый из них представлял свой магический элемент на вершине этой маленькой башни находился хорошо знакомый всем жителям земли символ и не янь что хоть и не быстро но вращался стоило джо просто протянуть руку и маленькая башня полетела к нему звеня колокольчиками но в этот раз они казались веселым детским смехом они жутким воем призраков джо оказался одержимым этой маленькой башней она действительно была очень красивой но при этом глава клана будда чувствовал что перед ним маленький ребенок что нуждается в ласке и внимании естественно джо не мог не быть счастливым он тут же погрузился в маленькую башню а оказавшись внутри нее получил сообщение в котором рассказывалось на что способна это сокровище и как им управлять способности маленькой башни оказались очень обширными ею можно как атаковать так и защищаться дополняя и то и другое не только силой 5 магических элементов но и мощью и не янь более того погода может быть превращена в щит способный защищать тело джо блокируя физические магические элементальные атаки однако больше всего джо понравилось что маленькая башня способна проглатывать врагов а затем превращать их плоти душу в собственную энергию причем до тех пор пока цель находится в контакте хотя бы с одним магическим элементом ее атаки не избежать также следует учитывать что маленькая пагода способна превращать темную энергию в энергию 5 элементов и наоборот энергия любого из пяти магических элементов может стать темной энергией что безусловно весьма позитивно скажется на немертвых существах джо узнав о способности этой маленькой башни глава клана буда не мог не рассмеяться он никогда не думал что в чем-то настолько маленьком может обитать невероятно огромная сила как только ментальная энергия джо покинула сокровище он тут же произнес дух появись как только он это сказал из маленькой башни появилась чья-то фигура но это был не тот человек с которым сражался джо и у которого отобрал башню сейчас перед ним предстал маленький ребенок в халате с символом и не я не на спине безусловно даже глава клана буда удивился такому так что он озадачено спросил ты же дух этого артефакта то есть ты изначальный оригинальный дух этого сокровища услышав этот вопрос мальчик ответил первоначальный дух стал чистой энергией и был поглощен мной но можете не переживать я знаю все что знал он поэтому можете смело спрашивать джо кивнул а потом сказал скажи кем был предыдущий владелец этой башни и действительно ли он пришел из мира культиваторов малыш кивнул а затем ответил да хозяин первоначальный владелец этой башни пришел из мира культиваторов в этом мире все являются бессмертными культиваторами и теми кто господствует над тысячами миров после этих слов джо нахмурился и сказал но если они управляют множеством миров почему они сами не пришли и не захватили континент арк зачем им жертвовать своими прислужниками если несколько культиваторов в миг поставит этот мир на колени ах да можешь называть меня молодым мастером в ответ же малыш произнес молодой мастер они действительно правит тысячами миров но не управляют ими напрямую для них намного важнее чтобы в них верили и обеспечивали приток веры услышав это джо еще больше нахмурился а затем сказал расскажи мне об градации культиваторов и силе веры на что мальчик ответил всего у культиваторов 8 уровней каждый из которых разделен на несколько этапов с 1 по 2 их 12 с 3 по 8 только 9 первый уровень это закалка тела на нем культиватор тренирует свои физические силы и накапливает энергию второй этап это уровень очистки на этом этапе культиватор учится очищать свое тело от шлаков и регулировать множество процессов к примеру ускорять заживление ран третий уровень заложения основ он считается порогом вхождения в мир бессмертных так как в теле культиватора начинает течь чистая энергия анимана или боевая ци четвертый уровень формирование ядра человек дошедший до него уже может прожить от двух до 3000 лет заключается же он в формировании золотого ядра что находится внутри тела культиватора благодаря ему становится возможно ускорить поглощение энергии в 10 раз фактически при этом некоторые атаки можно использовать бесконечно пятый уровень зарождение бессмертной души на этом уровне культиватор должен разбить свое золотое ядро и сформировать из него зарождающуюся душу последнее фактически является копией культиватора и поэтому может удвоить все что он делает также сможете использовать высшее искусство и создавать собственную проекцию если же ваше тело погибнет то душа отыскав новорожденного ребенка вполне способна вытеснить его души и занять тело именно на этом уровне находился предыдущий владелец пагоды шестой уровень разделение духа бессмертный культиватор этого уровня способен отделить часть своей божественной сущности но все не так как с зарождающийся душой все дело в том что отделенная божественная суть должна быть присоединена к некоторому магическому сокровищу после чего последний получит свое собственное воплощение и начнет развиваться самостоятельно изначально его мощь составляет только один десять от силы основного тела но со временем она может подняться однако не выше 5 10 или 6 10 от мощи культиватора седьмой уровень преклонение на этом уровне культиватор способен создавать десятки тысяч своих воплощений что способны сражаться на 9 10 от силы основного тела в этот период в основном познают самые сокровенные законы неба и земли восьмой уровень истинное долголетие культиваторы достигшие этого уровня становятся по-настоящему бессмертными так как сливаются с вечными законами неба и земли произнеся это малыш вздохнул а затем продолжил сила веры энергия что весьма способствует развитию культиваторов но только на уровне зарождения бессмертной души так как только они могут ее почувствовать сила веры способна не только помочь им в практике но и укрепить собственную мощь бессмертного или его магического оружия она очень могущественно поэтому все великие секты в мире культиваторов удерживают под своим контролем по несколько миров что специально предназначены для сбора веры как правило это низкоуровневые миры с большим количеством разумных что еще не достигли уровня заложения основ же опять нахмурился и спросил но почему культиваторы не спускаются в миры которыми они правят в ответ же мальчик произнес это невозможно бессмертный ниже уровня зарождающейся души не способен пробить пространственный щит что есть у любого из миров впрочем даже более сильные культиваторы 78 уровне не пойдут на подобные так как могут навредить законам небо и земли что весьма отрицательно скажется на них самих услышав это джо спросил но ведь боги уже пробили пространственный барьер разве это не нарушение законов неба и земли вот только малыш покачал головой и сказал мир культиваторов относится к большим мирам высшего уровня что связан с мирами среднего размера на уровень ниже те в свою очередь с небольшими мирами низшего уровня которым принадлежит и континент арк впрочем как и мир демонов бесчисленные маленькие миры образуют большую плоскость но на самом деле они существуют отдельно друг от друга и связаны только пространственными тоннелями так что законы неба и земли в каждом из миров уникальные имеют свои особенности иными словами боги создав проход между их миром и континентом арк всего лишь подтянули его повыше а свой немного опустив для этого они скинули вниз огромный остров тем самым слегка увеличив размер континента арк и насытив его дополнительной энергией так что по сути если судить в рамках вселенной ничего не изменилось глава 757 секта пяти врат джо кивнул он действительно многое осознал благодаря маленькому мальчику сейчас же глава клана буда посмотрел на малыша и спросил а как зовут культиватора с которым я сражался и к какой секте он принадлежит в ответ же он услышал молодой мастер этого человека зовут лувы он один из культиваторов секта пяти врат а именно старший ученик джо нахмурился и сказал расскажи мне о секте пяти врат на что малыш ответил секта пяти врат была создана культиватором по имени в урен шанг он был талантливым с самого детства но поскольку его семья была бедной ему приходилось жить как монаху позже когда его талант все же обнаружили то немедленно выбрали внешним учеником в знаменитой секте называемый храмом золотого света однако никто не думал что он превзойдет все ожидания всего за три года ему удалось прорваться через все 12 этапов закалки тела и стать официальным учеником двора а еще через пять лет он прорвался к этапу заложения основ и стал внутренним учеником после этого спустя 10 лет ему удалось сформировать свое золотое ядро и стать основным учеником это этап разделяет учеников друг от друга если ваш талант хорош то вы можете стать основным учеником если это не так тогда вам предстоит заниматься повседневным обслуживанием секты если ученик способен достичь девять этапа закалки тела в течение пяти лет тогда он продвинется к ученику двора если он сможет достичь заложения основ в течение 10 лет тогда его сделают внутренним учеником а если в течение сто лет после входа в храм кто-то достиг стадии формирования ядра тогда он становится основным учеником и истинным гением именно это и произошло с вуреншангом сказав это малыш остановился на мгновение чтобы посмотреть на выражение джа но увидел что ничего не изменилось и продолжил но потом когда вуреншанг отправился исполнять поручение то попал в засаду и получил серьезные ранения хотя он смог защитить свою жизнь его развитие оказалось утрачено предполагалось что человек который организовал засаду занимал весьма высокую должность в золотом храме так что вуреншанга просто исключили из секты джа кивнул бессердечная борьба была общей чертой бессмертных культиваторов во всех прочитанных им романах увидев что джа наконец заинтересовался малыш вернулся к истории но кто бы мог подумать что когда вуреншанга выгонит из золотого храма он встретит знаменитого человека которого знали под именем сюсень он являлся знаменитым медиком что практиковал технику известную как пять путей чтобы практиковать ее необходимо было достичь пяти целей в своих эмоциях абсолютное родство абсолютной любви абсолютной морали абсолютная дружба и абсолютной справедливости иными словами подобное искусство мог практиковать только праведный человек после того как сюсень встретился с вуреншангом то каким-то образом фактически сумел не только полностью восстановить тело но и вернуть его предыдущий уровень после того как великий медик умер вуреншанг начал распространять свое имя по всему миру благодаря своему таланту он сумел использовать искусство пять путей чтобы достичь уровня преклонения впоследствии он создал секту пяти врат и стал ее главой подобного не сумел добиться даже его учитель великий целитель сюсень джа кивнул кажется что этот вуреншанг действительно весьма грозный человек но затем немного подумав глава клана буда спросил а где сейчас вуреншанг насколько сильно секта пяти врат какой статус улувая внутри секты услышав это маленький ребенок ответил никто не знает где сейчас вуреншанг так как он не появлялся долгое время некоторые люди говорили что он пережил какую-то великую скорбь и стал истинным бессмертным а некоторые утверждают что он умер во время закрытой тренировки однако все это просто слухи никто точно не знает где и что с ним случилось что же касается второго вопроса молодого мастера то безусловно секта пяти врат уступает самым древним сектам но все рано находится в числе сильнейших что же касается статуса лувы то он не так уж высок джо кивнул хотя сейчас он выглядел довольно спокойно но его сердце стало тяжелым он не беспокоился лувы вместо этого его волновала реакция секты пяти врат если они станут ее врагами то их будущее будет довольно мрачным лаура и остальные все это время были рядом с джо и поэтому слышали все что рассказал мальчик хотя они не могли понять весь разговор но тем не менее сразу же осознали что бессмертные культиваторы чрезвычайно опасные в их глазах они не более чем муравьи джо посмотрел на маленького ребенка лицо малыша было восхитительно пухленьким как у талисмана олимпийских игр в китае так глава клана буда улыбнулся и сказал с этого момента тебя будут звать фуа а теперь расскажи мне больше о том мире где живут бессмертные культиваторы на что фуа сразу же ответил хорошо молодой мастер бессмертное царство невероятно большое к тому же оно связано с бесчисленным количеством миров что гораздо больше чем мир демонов или континент арк из них постоянно приходит новые культиваторы что достигли стадии формирования ядра после чего самые лучшие из них становятся учениками самых великих сект прим корректора фуа символ олимпийских игр 2008 года в пекине джо кивнул как он и думал бессмертное царство было намного более могущественным чем континент арк похоже туда поднимались все кто достиг определенного уровня точно также как обитатели этого мира отправлялись в царство богов когда фуа увидел что джо внимательно слушал его то сказал молодой мастер в бессмертном царстве очень много больших сект кроме секты пяти врат и золотого храма существует 180 храмов 81 великая секта 36 демонических сект и 72 духовных секты это самые известные секты в бессмертном царстве услышав это джо нахмурился и спросил что насчет 180 храмов это одна структура или они являются абсолютно самостоятельными организациями фуа же ответил молодой мастер можно сказать что они принадлежат к разным организациям золотой храм на самом деле один из них так что 180 храмов это просто коллективное название сект которые идут по пути буддизма тоже касается и 81 великой секты они все в основном до ассисты но не члены одного альянса некоторые из этих сект даже враждуют друг с другом то же самое можно сказать как и демонических сектах так и о духовных но эти организации можно назвать настоящими правителями бессмертного царства после них идут различные кланы а затем шайки разбойников однако их общая сила намного хуже чем большие секты поэтому они не имеют большого влияния джо кивнул а затем посмотрел на фуа и сказал хорошо мы поговорим об этом позже сейчас же я хочу чтобы ты занялся улучшением нежити ты же можешь это сделать фуа кивнул и сказал молодой мастер это не проблема вот только хотя нежить молодого мастера не так уж сильно ее все же не так легко улучшить я могу заниматься одновременно только 81 существом и для этого потребуется девять дней после этих слов джо кивнул а затем вздохнул и сказал хорошо однако можешь ли ты сражаться пока занимаешься нежитью фуа кивнул да но тогда для улучшения потребуется гораздо больше времени джо кивнул хорошо тогда для начала займись ими затем он махнул рукой и вокруг него появился 81 дракон естественно в своей человеческой форме боевая сила драконов была намного выше чем у иных рас и поэтому даже став нежитью они превосходили бессмертных того же уровня именно поэтому джо решил сначала улучшить драконов на данный момент вся нежить главы клана буда находилась в аду но хотя этот магический фон весьма благоприятно влиял на нее но прошло слишком мало времени чтобы хоть что-то изменилось фуа не произнес ни слова он просто перенес нежить внутрь крошечной пагоды а затем очень мило посмотрел на джо глава клана буда никак на это не отреагировал хотя глаза лауры и других девушек так и сияли они просто не могли не погладить мальчика фуа похоже хорошо знала взаимоотношениях джо с этими девушками и поэтому он позволил им это сделать впрочем у них все равно ничего не получилось ведь по сути он не более чем бестелесный дух так что рука лауры прошла сквозь него девушка уставилась на свою руку и не могла поверить своим глазам джо же слегка улыбнулся а затем сказал не волнуйся со временем фуа превратится в настоящего ребенка для этого нам нужно улучшить маленькую башню фуа в свою очередь кивнул и сказал это действительно так лаура же улыбнулась а потом спросила тогда как тебя можно улучшить однако ответил уже джо это полностью зависит от меня чем сильнее я стану тем больше получит пагода после этих слов он буквально проглотил крошечную пагоду а затем поселил ее в своем нижнем дантяне разумеется фуа тут же исчез безусловно все это невероятно шокировало всех кто был рядом с джо но потом лаура все-таки спросила брат джо ты что взял и съел фуа глава 758 боги и рабы когда джо услышал слова лауры то чуть не потерял сознание он посмотрел на девушку и спросил зачем мне его есть я просто поместил крошечную пагоду внутрь своего тела таким образом я смогу насыщать ее энергией благодаря этому фуа будет медленно улучшаться внезапно лаура что-то поняла значит после того как ты брат джо напитаешь фуа энергией он станет настоящим ребенком но тогда брат разве это не означает что ты забеременел после этих слов челюсть джо едва не упала на землю но когда он посмотрел на смеющихся девушек то просто не мог не закричать ты действительно осмелилась дразнить меня знаешь а самое трудное быть беременным в одиночку так что давайте-ка мы сейчас же исправим эту ситуацию а затем джо решительно направился к своим супругам приятно отдохнув какое-то время глава клана будай девушки вернулись в пространственную виллу очень расслабленными войдя в гостиную джо немедленно включил монитор чтобы увидеть ситуацию в лагере демонов однако там по-прежнему все еще было спокойно не смотря на то что они потеряли несколько отрядов разведчиков впрочем теперь демоны отправили еще больше своих солдат на разведку так что даже эльфы не сумеют убить всех похоже демоны решили атаковать во что бы то ни стало естественно что джо нахмурился так как чем больше армия тем меньше у нее слабостей демоны же не только обладали значительными силами но и действовали так как им велит голова они эмоции они рассматривали все возможности прежде чем сделать свой ход с таким соперником невероятно сложно воевать джо нахмурился и слегка вздохнув сказал я действительно не уверен что это и в самом деле демоны разве последние не известны как агрессивные и яростные бойцы но из того что мы видим похоже что они предпочитают действовать медленно и уверенно похоже битва с ними может оказаться крайне изнурительной лаура тоже хмурилась демоны действительно ведут себя крайне необычно возможно их командир довольно терпеливый парень но в любом случае это спокойное продвижение не принесет нам ничего хорошего джо кивнул а затем переключил монитор на богов небожители уже закончили с подготовкой казармы понемногу отправляли войска в города империи церкви света но сегодня все кто пришел из царства богов на самом деле не являлись обитателями мира богов естественно это не могло не удивить джо рост новоприбывших был практически таким же как у гномов но их тела совершенно отличались если обитатели железных гор выглядели довольно сбитыми парнями то у этих существ тела казались тонкими и очень слабыми кроме того их кожа была зеленой а уши длинными как у эльфов шерсти ли хотя бы волосы отсутствовали стоит отметить что боги подгоняли маленькие существа используя хлыст бедолаги не носили ничего кроме шортов у многих из них были травмы на теле а через кожу виднелись кости они выглядели так же как голодные рабы на континенте арк увидев этих существ джо сразу же понял что перед ним рабы небожителей но он не знал откуда они взялись лаура и другие не могли не почувствовать определенной симпатии к этим существам брат джо ты знаешь кто это и почему я не слышала о них от железного молота спросила лаура но джо покачал головой и сказал я не знаю возможно железный молот никогда не видел их думаю что боги покорили этот народ за последние 10 тысяч лет но не только их похоже тоже самое можно сказать и об их кавалеристах причем как и тяжелых так и легких лаура кивнула а затем посмотрев на маленьких существ спросила но зачем боги отправили их сюда они хотят чтобы рабы построили еще больше военных лагерей джо уже усмехнулся и сказал не думаю видишь они принесли с собой зерно но на данный момент у армии небожителей более чем достаточно запасов а это значит что боги готовится к очень затяжной войне причем настолько затяжной что даже решили восстановить сельское хозяйство на захваченной ими территории и пусть империя церкви света была самой маленькой но у нее достаточно плодородных земель для подобного лаура кивнула кажется это действительно так если бы у нас не было пространственной фермы то мы тратили бы массу ресурсов на обычную доставку необходимых товаров похоже что и у богов возникла подобная проблема джо вздохнул боюсь что если небожители смогут настолько сильно укорениться на континенте арк то наше противостояние может стать еще более интенсивным и сложным луиза же нахмурилась и сказала брат джо ты думаешь что боги уже покорили другие маленькие миры неужели фуа говорил именно об этом мы находимся в большой плоскости состоящей из маленьких миров но если боги напали на континент арк то они могли захватить или мир и джо уже об этом думал и поэтому тут же сказал это весьма вероятно если все действительно так то тогда у нас огромные проблемы неудивительно что боги действуют настолько уверенно в отличие от демонов похоже для них это далеко не в первый раз луиза кивнула небожители весьма грозный враг и с ними также трудно справиться как с демонами похоже эти две расы станут нашей самой большой головной болью надеюсь что когда придет время они столкнутся друг с другом и мы сможем немного отдохнуть джо отлично понимал о чем говорит луиза сейчас они могли лишь отступить в горы ок края надеяться что их враги не сумеют договориться друг с другом джо издал тяжелый вздох он прекрасно знал насколько хитрыми могут быть демоны и боги для того чтобы столкнуть эти двера с лбами им необходимо во чтобы это не стало удерживать крепость в горах аккра в противном же случае вторженцы сначала уничтожат обитателей континента арк и лишь потом начнут сражаться друг с другом пока глава клана буда размышлял над всем этим рабы богов начали обрабатывать землю и судя по их умелым действием для них подобное не в новинку видя это джо вздохнул боги были переполнены решительностью заполучить этот мир а с этими рабами они больше не нуждались в обитателях континента арк похоже теперь они будут еще более безжалостными через некоторое время джо громко вдохнул а затем решительно сказал кажется у нас нет иного выбора с этого момента мы подготовим много пространственной воды чтобы улучшить каждого разумного на континенте на данный момент либо мы либо наши враги иного быть не может но я не намерен просто ждать пока они уничтожат всех на континенте арк нам нужно сражаться всеми силами лаура кивнула а затем с серьезным лицом произнесла я согласна с братом джо даже если мы не сможем сделать их богами пока у нас достаточно экспертов 9 уровня мы сумеем выдержать нападение двух раз кроме того у нас также есть магические звери 9 уровня миган тоже кивнула на континенте арк очень много солдат и наемников но сейчас их уровне слишком низкие и они ничем не могут нам помочь но если их силы возрастут то противостоять демонам и богам станет значительно легче джо посмотрел на девушек и с горечью вздохнул однако если мы это сделаем секрет пространственной фермы будет разоблачен хотя забудьте все равно иного пути у нас попросту нет если мы не будем сопротивляться тогда не будет никакой надежды на будущее лаура немедленно обратитесь к правителям и патриархам различных стран расскажите им о нашем плане выпустить огромное количество зелий для улучшения войск всего континента сначала мы усилим их до 8 уровня а затем и до 9 го лаура и остальные сразу кивнули прежде чем начать исполнять распоряжение от же повернулся чтобы посмотреть на богов и снова вздохнул честно говоря на его решение высвободить пространственную воду больше всего повлиял фуа именно благодаря ему он узнал что могущественные боги не более чем пешки секты пяти врат для которых обитатели маленьких миров не более чем скот более того секта пяти врат даже не было самой большой сектой в бессмертном царстве а только одной из многочисленных сильнейших и она не входила в 180 храмов 81 великую секту 36 демонических сект или 72 духовные секты иными словами существует около 370 сект более могущественных чем она и если глава такой секты мог контролировать довольно много миров что уж говорить о более сильных организациях исходя из этого джо должен был сделать все чтобы на него не смотрели как на муравья ведь насекомых давит не раздумывая но единственный выход из этой ситуации это стать намного сильнее чтобы с тобой считались глава 760 переживания короля демонов обороной лагеря вторженцев по-прежнему командовал король демонов так как являлся не только экспертом божественного уровня но и очень хорошим стратегом можно сказать что если бы не великий король дьяволов то именно король демонов стал бы правителем их родного мира так как он намного лучше всех остальных разбирался в тактике и стратегии ведения войны тем не менее по сути король демонов был весьма странным представителем своего народа он всецело доверял великому королю дьяволов иными словами пока верховный правитель остается в родном мире и занимается поставками подкрепление различных товаров король демонов остается в городе и всеми силами обороняет его также стоит отметить что демоны не атаковали континент арк всеми силами лишь из-за приказов своего верховного правителя именно он настоял над тщательной подготовки перед началом завоевания когда несколько дней назад эльфы по приказу джа устранили всех разведчиков это весьма взволновало короля демонов и он начал действовать более осторожно впрочем это неудивительно ведь понимая что их главный враг в первую очередь некромант король демонов не желал снабжать его телами для немертвой армии с другой стороны подобная осторожность вызывала недовольство среди его подчиненных но он все равно не спешил делать смелых шагов что же касается других демонов то большинство из них не сталкивались с главой клана будда и не знали насколько ненормальной силой тот обладал для них континент арк это лакомый кусочек наполненный слабыми недостойными созданиями на уничтожение которых они в самом худшем случае потратит максимум пару недель в этот день король демонов должен был решить определенные проблемы в городе оставленном врагами сейчас он полностью переместил свой штаб именно туда ситуация в мире демонов было практически такой же как на континенте арк то есть существовало несколько раз что искренне ненавидели друг друга и сейчас действовали все вместе только из-за приказа верховного владыки но ненависть никуда не делась так что распределение ресурсов между разными расами было самой настоящей головной болью для короля демонов одна ошибка и заклятые враги наброситься друг на друга и вот пока король демонов занимался этими вещами на улице раздался громкий шум и он просто не мог не нахмуриться по его мнению издавать подобные звуки могли только можу известная свое силой раса в мире демонов представители этого народа обладали действительно невероятной силой их средний рост достигал 3 метров а у самых высоких особей 4 метров но несмотря на подобные преимущества этот народ имел огромные проблемы с головой и поэтому их довольно часто использовали в своих целях другие демоны однако никто в мире демонов не пренебрегал ими если вы воспользовались можу а те в свою очередь получили определенные преимущества и не понесли никаких потерь все будет в порядке но если они заподозрят что их хоть в чем-то обманули или именно из-за вас они понесли серьезные убытки то тут же нападут всем своим кланом стоит отметить что выжить после подобного невероятно сложно вот только сейчас они исполняли указания только верховного владыки даже королю демонов приходилось отдавать им указания от его имени иначе они не стали бы слушаться его так что когда король демонов услышал весь этот шум у него даже разболелась голова конечно же он хорошо знал почему эти ребята из народа можу настолько громкие они хотели атаковать континент арк но им не разрешали это делать прежде всего король демонов отправил разведчика в городу ингпинг чтобы посмотреть как на это отреагирует джао если никакой реакции не будет значит глава клана буда ведет битву с богами и не сможет прийти на помощь гарнизону если же город ингпинг окажется пуст значит войска обитателей континента арк проиграли битву богам и сейчас самое оптимальное время для атаки во всех остальных